приветики всем из солнечной хургады начинаем мы наше видео с красного моря самого теплого моря в мире красное море хургады и египта мы в отеле миномарк это четыре египетские звезды куда заехали ненадолго и хотим показать в этом видео так как вы часто спрашиваете и просите все-таки показывайте побольше еды побольше еды и мы сегодня хотим показать чем же отель угощает на ужин своих туристов нам самим это очень интересно посмотреть так как отель бюджетники и заплатили мы за него 40 долларов на двоих за одни сутки на все включено ну и вам интересно посмотреть что же за эти деньги даст нам отель на ужин ну и нам тоже также в этом видео мы покажем анимацию в отеле если она есть вечернюю анимацию так как днем она была мы это точно видели и выйдем на вечерний или уже ночной широтон на вечернем а точнее на ночном широтоне и здесь кто ребята не был то конечно вам будет непривычненько ездят бибикают таксисты продавцы хватают вас за руки просто посмотреть завести вас в магазин я извиняюсь за голос я немножко заболела не знаю где меня продуло я простыла так что все-таки кофточки вечером лучше берите в общем здесь настолько все насыщенно настолько все вы сами слышите да эти звуки ну и вечерняя торговля в египте на широтоне конечно это еще то дело если вам не хватает экстрима вы любите поторговаться то конечно выходите и прямо здесь много магазинов и одежда и обувь и аксессуары и бижутерия в общем много-много всего но если вам нужно купить что-то побюджетнее то можно пройтись в супермаркет абуашара который здесь недалеко находится гомло маркет и магазин метро но если вы хотите что-то еще подешевле они вот в таких магазинах при отелях то вам можно пройтись на шери стрит здесь недалеко напротив отеля риджины находится пешеходная улица со множеством магазинов и уличной еды так что если хотите местного колорита то конечно же вам туда а мы сейчас идем смотреть чем отель угощает нас на ужин лобби нашего отеля миномарк на потолке напоминает мне пчелиные соты узор такой интересненький узкий холл здесь есть интернет бесплатные но сразу хочу сказать слабенький так как вечером сидит много интернетится людей вот такая вот девушка нас встречает вдалеке уже виднеется гриль так как территория отеля небольшая поэтому все происходит здесь на компакт некой территории а это что же уже начался уже с 7 часов смотрите сколько людей мы рассчитывали на 7 часов вечера ужин в отеле с 7 до 9 но уже видим полный зал что это хочу сказать что в четверках и в тройках в египте надо еще за еду потолкаться и локтями иногда ты согласна со мной странно странно ну тогда будем идти уже на ужин шведский стол в отеле мы вам покажем немножечко попозже так как сейчас большое количество людей я просто туда не пробьюсь но мы взяли всего и по чуть-чуть и приятно удивлены питанием в отеле 4 египетские звезды так как ребята честно говоря мясных блюд прям очень много взяли всего по чуть-чуть попробовать до перебор мы это все скорее всего не сидим но взяли чтобы вам успеть показать да что в отеле дают на ужин у меня это говядинка соусе вот такой вот мягенькая интересная это я точно совсем здесь в отеле рыба жареная кальмары смотрите прям кальмары кальмары вообще я удивлена морепродукты не каждые пятерки даже дают а мы сравниваем наши предыдущие отели прошлый штайгенбергер и честно говоря там по питанию было мне кажется даже скромнее чем здесь четверки миномарки редиска ни в одном отеле мы ее последнее время не видели здесь она есть помидорки огурцы курица на гриле была индюшка индейка и жареные стейки на гриле говяжьи еще одна курочка гриль запеченные лапки взяла рыбы немножко и также овощи взяли по напитку всем кто кушает приятного аппетита а сейчас с вами пойдем смотреть шведский стол отеля время уже почти приближается к концу ужина видим практически пустые столы но все-таки персонал и люди еще есть давайте же смотреть всем отель угощают своих туристов водичка есть кулере стекло стаканы но здесь совсем совсем малюсенькие одноразовые пластиковые стаканы наверное миллилитров там на 50 не знаю два вида юпи я их так называю еще один зал тут можно сделать себе чайок кофе йог и добавить молоко кофе растворимый чай на входе вас приветствует всегда официант но сегодня он уже здесь не стоит и сразу выйду покажу вам гриль возле теплого бассейна сегодня на ужин у нас индейка огроменная здоровенная а там в ней курица можно взять соус привет хорошо а здесь говядина стейки так что гриль в отеле в принципе тоже присутствует давайте смотреть основное меню станция пасты вот она паста station два вида макароны и два вида соуса рыбка в отеле было закончилась не знаю донесут или нет наверное да да все-таки донесут здесь у нас ребята это морепродукты сегодня это рыбка с кальмарами и овощами жареная на гриле вот она сыром виде как по мне очень неудобные поднос или как назвать с раздачей они расположены просто боком к вам поэтому приходится открывать вот так вот чтобы посмотреть что там внутри и здесь это лазанья два вида супчика крем-суп знаю мы не брали в этот раз суп мне он почему-то не понравился и куриный суп лайм тут у нас картошечка курица вот она не будем залазить в тарелку гостям что это опять вот снова очень неудобно это цветная капуста в соусе прям совсем неудобно вот честно повара постоянно проверяют на явность как это наличие еды овощи говядина в соусе очень вкусно но немножечко недосол и мало специи как по мне здесь у нас лися даже не буду открывать вот его там видно вот повара стараются шеф вышел зал здесь у нас пошли десерты финики гуава мандаринки бананы в какой-то жидкости я даже не знаю в чем они даже не буду их и пробовать пироженки торты или торты поправьте меня ухты какая корзина красивая сладкая вот такое такое ой а вот это мне кажется будет очень-очень вкусненькая я люблю когда сладкая такое знаете мокренькая влажная в общем и поняли здесь у нас овощи огурцы капуста перец помидоры целые огурцы то есть вот так берете и сами себе нарезаете даже не стоит никакой повар и сотрудник который вам поможет это сделать маринованные овощи цыбулька зеленая зелень и редиска речка редиска какой-то я не знаю чем ее заливают или это носок пускает белой жидкости ну а здесь готовые заправленные салаты которые мы никогда себе не берем сами понимаете почему я лучше возьму свежие овощи только что порезанные посоль морковка вот этот сладик еще более-менее съедобны а вот это вот все но совсем не моё можете заправить себе салат или овощи тут что же тут что вот это розовое что это розовое в овощах я даже предположить не могу и не хочу это пробовать кабачки и рулет какие-то просто закуски здесь у нас хлебная station все под пленкой свеженькая мягкая и вкусная лепешки багеты сухарики ну и булочки окна мы заметили что вот первый этаж где мы кушали и есть еще второй этаж здесь тоже есть гриль и ресторанчик ну я не знаю можно ли просто обычным людям здесь кушать нам сказали что ресторан уже закрывается sorry sorry ну давайте покажу вкратце что же тут есть а здесь ребята точно такие же салаты как и на первом этаже это же поэтому я даже не понимаю это обычный ресторан отеля или а-ля карт ой бурячок красиво выглядит ну похоже что это все таки основной ресторан только на втором этаже макарончики да меня уже тут не ждут уже почти все разобрано так что ресторан на втором этаже уже закрывается ужин уже закончился мы сейчас находимся на втором этаже как валечка вам показывала здесь оказывается тоже есть зал который работает на все включено ну что валя валечка валюша что скажешь подводим итоги по поводу ужина ужин в отеле миномарк 4 египетские звезды нас поразил нет мы не выхваляем отель мы его не в плохом свете не выставляем тоже но реально ребята он удивил после некоторых египетских пятерок ужин в отеле миномарк показался нам даже прям шикарным и рыба и курица и индейка и говядина такая иссякая в общем вы сами все видели я валюшка тебя давайте люблю я хотел бы сказать в первую очередь во первых ты права абсолютно что ассортиментом действительно приятно удивил ассортимент но наверное еще больше удивил это в принципе чистота в зале ты согласись чистота в зале а количество обслуживающего персонала очень много их прям вообще на каждом шагу сервировка стала классная тоже потому что не в каждом отеле даже есть бумажные салфетки за ними надо будет побегать чтобы вам их положили на стол я все вспоминаю вазала таки здравливаю я про это и тоже вспомнила а еще еще хотел сказать пока ты снимала я почитал концепцию полистал оказывается в отеле есть не только все включено а есть hard ну и не золото да 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 не all-inclusive ну написано что на в барах хардам вот я не видел еще какие у них бытия ремешки хардам наливают будем так называть их харды в стеклянную посуду то есть все местные наливают стеклянные бокалы для вина были для пива вот это тоже я не обратил внимание какого цвета ремешок то есть харды как-то отличается и наверняка наверно ценник другой тоже сегодня я видела на пляже другие браслетики точно такие же красненькие как и у нас только полосатые были наверно харды ну ладно кто ребята был здесь не на все включено а под другой концепции напишите нам будет очень интересно почитать и все-таки да как всегда из египта с вами были олег и валя и все буду украина всем пока а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok